приветствую всех на канале михаил инвестиции как мы видим выходные прошли более-менее гладко до были определенная коррекция но в целом сильного падения не произошло рынок все-таки ждет что же будет с фондовым когда будет ли там все-таки какая-то ретест зоны отскок и либо все-таки пробитие нисходящего тренда и полет вверх ну и соответственно судя по тому как все-таки сейчас bitcoin последнее время растет он все-таки двинется вслед за фондой они как у нас ранее было когда фонда росла и падала а bitcoin был стаблокоин по сути давайте пробежимся по последним интересным новостям это то что генеральный директор южно-корейской крипто пирамиды в глобал на 2 миллиарда долларов обманул людей до получил 25 лет тюрьмы неплохо я вам скажу до 25 лет тюрьмы с учетом того как много людей было попали в трудную скорее всего жизненная ситуация хотя на самом деле опять же с учетом такой суммы наверное можно было даже и больше давай да потому что ну чем больше людей обманут ас надо жестче за это наказывать итак теперь мы непосредственно перейдем к очень такой важной теме но она такая еще расплывчивая оплата представителей сша формирует новый подкомитет по криптовалюте да то есть сейчас создали новый подкомитет конгресса занимающие именно цифровыми активами это один из первых шагов по контролю республиканской партии в отношении криптовалюты и они непосредственно будут как раз регулируйте решать что же делать а связи как и не заявляясь с последними событиями связанные с фото иксом они конечно все это хотят все-таки уменьшить риски чтобы люди меньше теряли денег это во-первых во вторых как и не заявляет они сделают таким образом чтобы все крипто компании там бежи до децентрализованные бирже пользовались теме соблюдали те же правила что банки знай свой клиент что это значит что везде будут требовать верификацию и скорее всего даже такс да как мы наблюдали в последнее время что текст идет на поводу и хоть они и пытались выделиться на фоне централизованных бирж в качестве подчеркивания свое преимущество что они децентрализованные что никто вас не знает и можем спокойненько торговать да никто вас не заблокирует и так далее но к сожалению это не так скажу ли не сейчас уже неоднократно наблюдаем что все-таки децентрализованные обменники по всей вероятности все больше больше будут именно как централизованные то есть я думаю ни для кого не секрет что сейчас данный момент уже понятие децентрализации практически ушла в небытие все мы прекрасно понимаем что все на самом деле будет централизованным и остались только клочечки и эти клочечки будут скорее всего запрещать выходи да как мы помним что сбеж запрещали убирали пары которые как раз таки монеты которые используют особое шифрование и засекречивают так сказать пользователи которые совершают сделки они эти пары убрали и но не все конечно но все же и все это к этому видео что полный контроль будет да вроде мы хотим как первоначально было биткоины крипта что это все таки защита от правительства защита от дефолтов и так далее да что в любом случае у вас будут деньги но к сожалению сейчас попасть и прекрасно понимаем что это не так все таки глобалисты не такие глупые и возможно возможно как раз их рук дело как раз то что они создали bitcoin так и теперь непосредственно давайте перейдем непосредственно к биткоину в данный момент мы за последние пару дней наблюдали некоторые коррекции некоторое распределение сейчас и как раз возникает вопрос что же будет да а здесь к сожалению явно ответа конечно именно если с точки зрения локального сказать достаточно трудно но могу сказать некоторые сценарии событий которые могут происходить а первый вариант сценарий событий это то что нас загонит в какой-то вот такой диапазон да и здесь будет определена проторговочка и в дальнейшем мы пробьем зону 30000 сквилл это один из вариантов другой вариант это то что мы все-таки вырастим повыше сейчас да буквально ну на этой неделе скорее всего сразу прибавят хоп и сюда взлетим то есть где-то в районе 26 тысяч цена взлетит дальше будет определенная коррекция скорее всего уже но более существенная нежели которая была сейчас на выходных для то есть мы можем увидеть что-то в этом духе и в дальнейшем быстренько быстренько пробиваем вот эту зону до быстренько импульсно без откат на пробиваем эту зону вот в такой вариант и этот вариант вроде кажется более логично и следующий вариант который тоже имеет право жить это то что мы вырастаем сейчас воды этой зоны делаем ложный отскок и потом опять импульсно пробивает то есть в любом случае вот эту зону я считаю что мы ее быстренько пробьем и очень быстро улетит то есть получается но там где него до 34 36 точно сразу вылетим она должна будет смотреть и сейчас данный момент конечно шортить и я не вижу никакого абсолютного смысла сейчас индикаторы легко могут обманывать и вы прекрасно это замечаете да у нас перегретость уже многократно было еще ранее да там из 18 тысяч долларов или даже пониже уже было перегрет и скричали о том что сейчас будет развернется 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 мой но мы это ничего не видим да и мы растем 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 и соответственно сейчас заниматься спекуляциями обращать внимание на всякие рс и мы где и так далее нет никакого резона сейчас надо выдумать именно более глобально без этих анализа да по сути более глобально сейчас я не вижу этого особо смысла да некоторые думают что сейчас это ложный рост и с последующим падением но это в принципе такие на руку тем которые как раз и двигаются с каким будет хорошим подтверждением что да в действительности это разворот рынка и мы реально хотим россии это без откопаем движения то есть мы сейчас не должны упасть ниже вот этой зоны да есть такая коррекция произойдет соответственно это не разворот рынка а получается людям опять дали возможность зайти в рынок те которые возникают определенная форма хотя на самом деле знаете никакого форма по-настоящему сейчас нет сейчас есть обида но никакого форма вот реально форма у людей сейчас нет есть только обида форма возникнет тогда когда вырастим как раз куда-нибудь вот здесь будет форма то что они все время ожидали коррекцию до ждали момента когда можно передать и ждали вот этого ретеста какого-нибудь вот этого ретеста до что нет нет сейчас рано заходить сейчас дождусь ретеста коррекцию именно зайду если вот именно вот такой сценарий будет происходить это будет явный признак того что рынок развернулся двигается вверх то есть не дать возможность тем которые упустили возможность зайти зайти все таки если такую дает возможность соответственно в этом сценарии тузом он уже откладывается и скорее всего просто будет дальше где идти длительное длительное накопление возможно дальнейшем удивление боев поэтому для того чтобы все-таки убедиться что это все-таки какой-то реально какой-то ну по крайней мере какой-то серьезный рост то мы должны безоткатно практически двигаться вверх в некоторых моментах разгружать и лангистов которые будут залетать с десятым плечом дают там сотым плечом их по убавить был так сказать и потом опять продолжить то есть локально я считаю что мы все таки продолжим рост а более глобально понятным и тем более продолжим рост сейчас я не считаю что это разворот что это бычья ловушка и так далее то есть сейчас на данный момент но форма жадность тоже не надо и имеете залетать в плечи большие вас в этот момент могут все-таки сбрить даже хоть и нету коррекция но а но так скажем максимум там какое-нибудь третье плечо до этого и самый максимум это неизвестно же в какой момент произойдет коррекция может быть и а видите ситуация изменчивая никто точно не знает вдруг в какой-то промежуток времени люди психологически ну так все сложилось да как общий разум и все стали там залетать маржинальщиков там блин с большим плечом примеру хотели двигать рынок дальше но вдруг такая неожиданная ситуация что люди по заходили с многочисленными плечами и ждут дальнейшего роста но тут хочешь не хочешь надо все-таки двинуть рынок и вниз потому что ну это слишком ущербно будет поэтому никто ничего не знает как уж будет по существу может всякое происходить и неизвестно как люди большинство поведут себя но в целом да в целом если говорите не пытаясь какие-то вот такие да вы движение предсказать да вот так и так вот здесь мы корректируемся здесь здесь полетим вот здесь корректируемся здесь полетим да у если отбросить весь этот шум то в целом я ожидаю все-таки похода выше ну а дальше надо необходимо смотреть да скольки может досуда выросли досюда выросили досюда выросли сейчас я считаю что в мировой экономике творится что-то страшное что-то ужасное и ничего хорошего сейчас не следует ждать несколько лет и соответственно связи с этим я не ожидаю какого-то переха и переха и в моем понимании это нереальный сценарий к этому я не готов если допустим мы придем куда-нибудь сюда до долетим даже до 50000 и до сих пор не будет индикатор показывать в развороте рынка я ставлю определенный час средств и вдруг мы вырастим до своих аев до но если все таки вот в этой зоне где-нибудь появится сигнал от индикатора я точно распродаюсь если сигнала не появляется я выхожу частично если появляется сигнал то я выхожу полностью все зависит от того чтобы да то есть вот такой мой план то есть мы проходим куда-то в эту область дальше я смотрю по индикатору дает сигнал на разворот выхожу полностью из рынка и более того скорее всего буду шарти если же мы пришли в эту область но сигналы до сих пор нету я чтобы постраховаться все таки раз продам определенную часть и оставлю сейчас рез на тот случай что мы можем все таки двинуться вверх потому что если у меня будет все указывать на дальнейшее падение это во первых с точки зрения технического какого-то аналида полюсия глобально считаю что все таки ничего хорошего сейчас не следует то я оставлю только очень маленькую часть на случай дальнейшего роста да ну для того чтобы просто психологически ну все ошибаются все прекрасно понимаю да во первых я могу ошибаться и чтобы психологически потом не на и на эмоциях не залететь в какой-то момент да допустим и он продолжит рост и я психологически не выдерживаю потому что у меня абсолютно нету ничего в крипте у меня возникает фома и я могу влить туда львиную долю капитала а в этот момент рынок разворачивается падает вниз да вот чтобы такого психологического фигни не было я считаю что необходимо всегда иметь определенную часть хотя бы там ну 10 процентов до больше конечно в случае есть все говорит за какую-то ситуацию я думаю не следует ну и полностью выходить за рынка тоже не следует или полностью заходить потому что вы если все-таки рынок двинется не в том направлении в котором вы думаете вас фома так замучает или разочарование что вы совершите ошибки поэтому всегда всегда оставляем определенную часть чтобы психологически выдерживать каждый для себя саму решает как ему психологически легче счет вот допустим сейчас что для вас психологически хорошо как держать половину сумму там больше половины суммы а и допустим сейчас текущая ситуация если пойдет вниз вы готовы к этому если вы к этому не готовы знаешь вы что-то сделали не то если вы к этому готовы но знаешь молодцы вы правильно все сделали дальше если пойдет вверх вы к этому готовы если вы к этому готовы то знаешь вы молодцы если вы к этому не готовы знаешь тоже что-то вы делаете не то иначе говоря на мой взгляд все таки мы все прекрасные люди обычные да и можем ошибаться и и на всей протяжении жизни совершаем ошибки это обычное явление соответственно лучше все таки не выходить на сто процентов из рынка и на сто процентов не залетать в рынок во-первых этого убежит вас от совершения ошибки да и случае если вы ошиблись вы все-таки сократите свои убытки либо все-таки сможете заработать а во вторых что очень очень важно вы психологически будете легче переносить обратный сценарий который вы не готов потому что как я ранее говорил вы можете просто голову снести и совершить необдуманное действие на эмоциях а потом рынок развернется опять и вы будете очень сильно винить себя что я прекрасно понимал что рынок должен допустим падать я вышел он вдруг растет я на эмоциях залетаю он продолжает падать и вы думаете какой же едет дурак да я же знал что падать я все проанализирую все изучил но эмоционально не смог это пережить потому что у меня не было абсолютно ничего в рынке поэтому это очень важная вещь поэтому никогда психологически даже для психологии не надо быть полностью в кэше или в полностью в рынке потому что иначе вы совершите всякую фигню одним словом подписывайся с телеграм-каналом желаю всем профита всем до скорой встречи